Начнем мы с рукоятки. Первый рабочий инструмент это камень и все в принципе. Потом со временем кто-то додумался, либо какое-то племя додумалось, что можно камень с помощью ремешков, шкур, кишок привязать к палке. И зачем это? Это увеличивает производимость труда примерно в 10 раз. Теперь можно рубать деревья очень легко. Когда сидело трое человек, камнями били по дереву, потом это дерево падало, а теперь может один. Выгодно. Также это повлияло на охоту. Теперь можно взять острый камушек, привязать его к палке длинной и пойти охотиться на дымамонта. И не страшно к нему близко подходить, а то с камнем забить дымамонта очень сложно. Вот так как выглядела уже охота. Намного красивее. Конечно без эксцессов. Ну и теперь можно было и на собезу тигра ходить с палкой. И еще в чем плюс, забыл сказать, в чем плюс рукоятки. У вас сломался камень. Вам не нужно теперь делать по-новому каменное длинное копье. Теперь достаточно лишь изменить на новый камушек, привязать его к этой же палке, которую вы облюбовали. И все. Идем охотиться дальше. Эту картинку я добавил только из-за крутого сальто. Ну и возможно это дало огромный толчок и даже невозможно точно отдало толчок к дальнейшему развитию человечества. Дальше. Следующее изобретение. Это лодка и висок. Древние люди были кочевниками, потому что у них жизнь была такая. Собрали ягоды, словили всю рыбу. Убили всех животных. Что делать дальше? Идти дальше. Правильно. Извините за эту автологию. Подходим к реке. То есть подходит племя к реке. Что делать? Плыть. А куда вещи деть? Окей, берем, срубаем дерево. Топор уже, слава богу, есть. Срубаем дерево, садимся на него, гребем. Легко. Потом плоты. Очень много вещей, которые нужно погрузить. Погрузили. Один минус. Как плыть далеко от берега? На плоте. Берешь палку, толкаешься одно. Но палку очень длинную не возьмешь. Поэтому появляется на этом этапе весло. Ну, для рыбалки достаточно было и просто какой-то палки, чтобы недалеко от берега половить рыбу. Современное. Со временем лодки, ну, брали бревно, с него выдавливали все внутренности. Человек туда садился, брал весло и плыл. Очень удобно, очень быстро, но очень долго занимает это все время. Затем, эволюция делает свои дела, начали делать лодки из кожи. Кожу натягивали, палочками укрепляли, получался каркас. Отлично. Легкая лодка, которую можно взять и на плечо, и отнести самому. Ну, и так все пошло из-за этого и дальше. И сейчас лодки используются где угодно, даже в небе. Ну, если бы древние люди это увидели, то они были бы очень удивлены. Идем дальше. Следующее. Спички. Спички. Все знают, что это такое, все ими пользовались, но откуда же они взялись. Раньше огонь разжигали с помощью палочки, а палочку терли-терли. Минусы. Минусы. Мазали. Очень долго. Не факт, что получится. Ну, это сплошные минусы. О, кремень и кресало. Уже поинтереснее. Это всегда влазит в карман. Метод производства довольно-таки прост, но не так и прост. Железкой бьем об камушек, вылетает искр, попадает на труд. Труд раздуваем с помощью воздуха. Получаем огонь. И так было до Среднего века. Вот в Среднем веке появился кремень. Затем, конец XVIII века. Некий Бертоле доказал, что огонь может быть реакцией химической. Например, сликаптной серной кислотой на Бертолетову соль возникает пламя. Выглядит это довольно-таки красиво. Если захотите повторить это дома, но я не рекомендую. Вот вам рецепт. С того года он доказал, что огонь – это химия. Люди начали искать, ученые всего мира начали искать возможности это все сделать намного проще. И вот в 1812 году некий Шапсель изобрел первые самозажигающие спички. Дерянные палочки с головкой серы, Бертолевой солью и Канивари. Она для цвета чисто. Вот уже первая спичка, прототип. Уже похожая более на современная. Но один минус. Они не разжигались в солнечную погоду с помощью увеличительного стекла. В плохую погоду с помощью серой кислоты. Ну, ой, так. То есть вот такая только спичка. В чем минус? Они очень опасны. Серная кислота. Когда разбрызгалась, она летела во все стороны, попадала на руки, глаза. Неприятно. Отказались с этого способа. Окей, потом смотрят, есть фосфор. Давайте попробуем с фосфором. И вот немецкий Брандом, который открыл фосфор. Ну, недостаток спичек фосфорных. Они были очень ядовиты. Очень ядовиты. Это белый фосфор. И рабочие на этих фабриках быстро умирали. Ну, и менять рабочих очень невыгодно экономически. Окей. Белый фосфор не катит. Давайте попробуем красный фосфор. Отлично. Один минус. Нельзя было зажечь красный фосфор об шероховатость, как в фильмах. Нет, нельзя. Потом некий Батхер. Дбетхер, извините. Придумал смазать бумажку особым составом, в котором чуть была бертолевая соль. Это уже немного напоминает наши современные спички. Этот рецепт немного удосконалили братья, лунстремы. Они запустили спичечную фабрику. И мы получили наши современные спички. И там не было фосфора. Что очень важно. Следующая тема – это алюминий. Мое первое знакомство с алюминием происходило на подобной раскладушке. Именно тогда я впервые потрогал, узнал, что такое алюминий. Понял все его плюсы, что он очень легкий. И можно его потом сдать. Алюминий очень крутой. Самый распространенный металл. На третьем месте находится на Земле. То есть больше него только кислорода и кремния. Но да, алюминий никто не знал, что такое, вплоть до 19 века. Потому что он не существует в свободном состоянии. Он существует в основной массе своей в составе алюминий 2О3. Аксид алюминия. Выглядит он примерно так. Я вас заверяю. Каждый встречал алюминий 2О3 в своей жизни. Готов поспорить. Глина состоит на одну треть из алюминий 2О3. То есть эта картинка прикольна тем, что алюминий, глина, да, лежит на алюминии. А так сразу не скажешь. Хорошо. И вот, как я говорил, 19 век. Датский физик впервые получил алюминий из его оксида. Эрстет. Рецепт прост. Берем глинозем, смешиваем с углем, обмазываемся. Шучу, не обмазываемся. Подогреваем это все. Пропускаем через это хлор. Получаем хлористый алюминий. Затем подвергаем действию калия. Калий до этого сначала растворяем в ртути. Получаем амальгаму. И подвергая амальгаме калия эту смесь глинозема с углем, получаем амальгаму алюминия. Минус. Калий очень дорогой. После этого всего, когда мы смешали, получаем амальгаму алюминия, производим дистилляцию и получаем уже алюминий. Получаем его очень мало, но, как вы уже знаете, из-за калия это очень дорогой процесс. Окей, Сен-Девиль, Сен-Клэр-Девиль подумал, калий дорогой, окей, заменим на натрий. Да, немного дешевле. И вот в 1856 году на заводе во Франции, в Руане, Девиль организовал первое промышленное производство. Все вы, наверное, знаете эту историю. Возможно, кто-то не знает. Про столовые приборы Наполеона Третьего. Алюминий в те годы был очень дорогим. Он был полудрагоценным материалом. И столовые приборы Наполеона Третьего, его семьи и самых крутых чуваков его, с которыми он гулял, тусил, воевал, ели именно с алюминием. Всем остальным золото, серебро. То есть ничего интересного. Окей. Теперь 1878 год. Сименс изобрел электрическую дуговую печь. Она использовалась для плавки железа. Железо тоже очень популярный металл. Температура железа плавления 1500. Один минус. Алюминий 2,3, которые видели картинку, плавится при температуре 2000 градусов. Хочу обратить внимание. Электрическая дуговая печь. 1878 год. Электричество стоило больших денег. Сейчас копейки. Тогда это было очень дорого, но все равно дешевле, чем... Неважно. Забыл. Очень долго бились, как сделать эту температуру меньше. Как произвести... Как изменить процесс, чтобы нужно было тратить меньше теплоты и энергии на расплавление оксида. И вот в 1885 году, спустя 7 лет, после того, как придумали электрическую печь, некий Эру и Холл. Эру француз, Холл американец. Придумали современный уже процесс получения алюминия из его оксида. Процесс довольно-таки прост. Берется расплав криолита. Это материал, в который входит алюминий чуть-чуть. В него помещается алюминий 2О3, вот этот глинозем глина. Она начинает там десоциироваться, раскладываться. На катоде восстанавливаются ионы алюминия. А на аноде окисляются ионы алюминия О3. Ну, суммарное уравнение электролиза. То есть это все забрасывается, все там плавится, и спасибо этому всему, спасибо электролизу, на дне появляются маленькие кристаллики алюминия. Ну, чем больше это, как называется, чашечка. чем больше чашечка, чем больше электричества, тем больше появляется алюминия на дне. А в чем, собственно, прикол? Почему в 1885 году была решена задача? Потому что температура плавления криолита 960 градусов. Как вы помните, раньше было 2000. теперь 960 градусов. Все. Теперь легко. этого достичь очень просто в домашних условиях. 10 чайников. Так вот выглядит алюминий для физиков. Алюминий для химиков. Теперь для физиков. Красота. Теперь, где используется алюминий? Алюминий используется в формочках для печенья, в местах для ночлега, для заливания его в арбузы. Где угодно. Все с алюминием знакомы, все его знают, все его любят. Спасибо за внимание. Я готов ответить на ваши вопросы. В чем прикол этой картинки? Это рукоятка. Это лодка. Это спичка. Это алюминий. То есть суммарная картинка всех. Можно алюминий, ну из алюминия топора можно делать? Рукоятку алюминиевую. Он бесполезный, мягкий. А, рукоятка. Она легкая. Ну, вопросов нет? Я так понял. Всем спасибо. 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 Понятно, не понял? Понятно? Продолжение следует...